Это начало 17 века. И сегодня хозяева денег хотят стать хозяевами мира. Для этого они расшатывают национальные государства всеми доступными им способами, провоцируя различного рода экономические кризисы, дефолты. Вот сейчас, кстати, 20 лет дефолта российского. Это же ведь тоже спланированная акция. Это не просто так вот случайно получилось. Выпустить 100 тысяч заключенных, это ведь тоже не просто некий такой гуманитарный акт, акт милосердия и так далее, и так далее. Расшатывать вот эту вертикаль. Расшатывать вертикаль. Даже вот мы с вами обсуждали тему рынка. Ведь рынок это горизонтальные связи. Горизонтальные связи, которые призваны ослабить и обвалить вот эту самую вертикаль власти под названием административно-командная система. И для чего все это по большому счету? А для того, чтобы они могли прийти к власти. И это будет уже мировое правительство. И это будет тоталитарная система. И в этой тоталитарной системе будут рабы. И эта тоталитарная система будет иметь архитектуру под названием электронно-банский концлагерь. Поэтому вот все эти клипы информационные, если их складывать в пазл, то получается вот эта картина мирового правительства, электронно-банского концлагеря, человечества как рабы. Причем человечества в размере 7 миллиардов это слишком много, останется где-нибудь 1 грязный миллиард. И 1 чистый золотой миллион. Вот примерно модель того общества, которое выстраивает в своем сознании хозяева денег. Продолжение следует...